ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За 45 минут нужно ответить на 30 вопросов, 20 из которых общие для участников диктанта по всей России и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. Для начала небольшая инструкция. Начиная заполнять банк ответов, отметьте свой идентификационный номер, возраст и пол. Именно по этим параметрам будут подводиться итоговые результаты теста. Как на любом экзамене, организаторы просят не пользоваться книгами или интернетом. Ровно в 11 часов по всей области участники берутся за ручки. Задания теста от простых до сложных. От блюд национальной кухни до федеративного устройства. Рекорд написания для этой аудитории 10 минут. Те, кто прошел тестирование, признаются, региональные вопросы затруднений не вызвали. А вот ответы о малочисленных народах, населяющих страну, давали наугад. Перечисление языков рекордсменов России по количеству букв. Я действительно их не знаю. Ну, как бы, такие вопросы. Или для меня интересны, вот они схожи. Вот вопрос там, какие еда, допустим, да, вот какие национальности. Ну, многие я знаю, которые традиционно здесь, на территории своей области. А вот касаясь всей России, для меня, конечно, самому даже интересно. Первая часть была сложная, когда, в общем, про всю Россию были вопросы. А когда уже про Оренбургскую область, уже было легко, и поэтому у нас последней частью было, быстрее справилась. Участники этнодиктанта признаются, шпаргалками не пользовались. Для каждого было важно проверить собственный багаж знаний. Ведь даже читая вопросы, открывали для себя много нового. Пройти онлайн-тестирование до 4 ноября может любой желающий на сайте мирэтно.ру. А результаты станут известны в конце ноября. Татьяна Штылер, Константин Воробьев, Новости дня.